Информация подготовлена по приказу Минздрава номер 709-Н и актуальна до 1 января 2029 года. Для получения допуска к аккредитации требуется набрать как минимум 144 часа обучения. Есть два варианта – пройти один или несколько курсов повышения квалификации, чтобы суммарно получилось 144 часа или больше. Набрать не менее 72 часов курсами повышения квалификации, а остальные 72 часа набрать за счет неформального образования на портале НМО. Это интерактивные образовательные модули, семинары и вебинары. Если вы выберете первый вариант, то баллы НМО набирать необязательно. Можно обойтись только курсами повышения квалификации суммарно на 144 часа. Во втором случае конкретного разделения нет. Главное, чтобы часов повышения квалификации было не меньше 72. К примеру, вы можете набрать 100 часов курсами повышения квалификации, а оставшиеся 44 часа набрать на портале НМО. Обратите внимание, что в любом случае набрать необходимый объем часов исключительно интерактивными модулями и семинарами нельзя. Информацию о пройденных курсах повышения квалификации Федеральный аккредитационный центр проверяет через Федеральный реестр ФИСФРДО. Каждая лицензированная организация, в том числе и наш учебный центр МЕДСТАНДАРТ ПРОФ, обязана вносить туда сведения о выданных документах. Основной способ подачи заявки – через личный кабинет медицинского работника. Также есть вариант подачи заявки почтовым отправлением, но только для тех, кто не внесен в ФРМР. Если данные о вас есть в регистре, а вы отправите документы бумажной почтой, то вам придет отказ. Адресы контакта Федерального аккредитационного центра указаны на официальном сайте. Пакет документов при заявке онлайн. Онлайн-заявление, которое содержит сведения о паспорте, сертификате или аккредитации, базовых дипломах, документах переподготовки при наличии и повышении квалификации. СНИЛС. Подгружается автоматически. Копия документа, подтверждающего смену имени, фамилии или отчества при наличии. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности. Образовательное портфолио и отчет о профессиональной деятельности. Пакет документов, направляемых по почте. Заявление о допуске к аккредитации. Копия паспорта. Копия сертификата или свидетельства об аккредитации. Копия дипломов об образовании, в том числе об интернатуре или ординатуре. Копия диплома о профессиональной переподготовке при наличии. Копия удостоверения о повышении квалификации за 5 лет. Копия СНИЛС. При наличии документа о смене имени. Копия трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. Образовательное портфолио. Отчет о профессиональной деятельности, согласованный руководителем организации с подписью и печатью. Сведения об освоении программ повышения квалификации и образовательных мероприятий, подтвержденных на портале НМО. Дополнительно может быть приложен мотивированный отказ, в том случае, если руководитель отказал в согласовании отчета. Если вы подтвердили имеющуюся или получили новую квалификационную категорию в год периодической аккредитации или в предшествующем году, то отчет о профессиональной деятельности не нужен. Потребуется лишь предложить копию выписки о присвоении квалификационной категории. То есть портфолио будет состоять только из сведений об образовании за 5 лет. А именно о курсах повышения квалификации и баллах НМО. Шаблоны и образцы заполнения есть на сайте ФАЦ в разделе документов. Сведения об освоении программ повышения квалификации. В эту таблицу портфолио нужно внести сведения обо всех курсах повышения квалификации за отчетный период, по итогам которого вы были удостоверение. Обратите внимание, что курсы не обязательно должны быть подтверждены на портале НМО. Сведения об образовании, подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. В эту таблицу нужно вписать все неформальные образовательные активности, подтвержденные на портале НМО. Вебинары, семинары, конференции и интерактивные образовательные модули. Нужные сведения можно скачать прямо с портала и скопировать в эту таблицу. Отчет о профессиональной деятельности. В отчет внесите результаты своей работы по специальности за отчетный период, в том числе работу по совместительству или работу на условиях неполного рабочего времени. Помните, что специальность должна соответствовать актуальной номенклатуре. Указывать нужно именно вашу специальность в соответствии с приказами номер 176Н и 700Н, а не полученное тематическое усовершенствование. Отчет необходимо подписать у руководителя или его заместителя, а также поставить основную печать организации. Штампы и печати для документов или отдел кадров комиссия не примет. Руководитель или его заместитель должен указать название организации, наименование своей должности, поставить свою подпись и печать при наличии. Если вы временно не работаете, то подписывать отчет не нужно. Если работодатель по каким-то причинам отказывается подписать отчет, к примеру, если вы недавно трудоустроились, и он попросту не может согласовать ваш отчет по другим местам работы, то понадобится мотивированный отказ в согласовании. Отказ оформляется в свободной форме на отдельном листе. На нем также должна стоять подпись руководителя и печать организации. Если вы запутались или вам попросту некогда заниматься подготовкой документов, то вы можете обратиться к методистам Метстандарт-Проф. Наши специалисты правильно заполняют портфолио, избегая распространенных ошибок, из-за которых чаще всего приходят отказы от комиссии. Для бесплатной консультации напишите в сообщение группы или позвоните по телефону 8 800 150 08 61. Используйте только утвержденные образцы заявления и портфолио из актуальных приказов или с официального сайта Федерального Центра. Заполнять необходимо все поля. Если информация отсутствует, ставьте прочерк или пишите нет – отсутствует. Текст должен быть хорошо читаемым, поэтому лучше заполнять таблицы на компьютере. Фотографии, копии и сканы документов для отправки через ФРМР также должны быть без полос и затемнений. Следите, чтобы документ полностью входил на копию без обрезок. Формат файлов должен быть PDF, а каждый файл нужно подписать. Например, трудовая книжка Иванова ИИ «10 листов». Откройте сайт lkmr.igiz.rosminzdraf.ru и авторизируйтесь через госуслуги. Лучше всего личный кабинет работает через Яндекс.Браузер. На других браузерах могут быть различные ошибки или даже не открываться сайт. Если данных о вас нет в ФРМР, то обратитесь к работодателю для внесения сведений в единую государственную информационную систему. Без этих сведений вы сможете подать заявку только на первичную или первичную специализированную аккредитацию, но не на периодическую. Для формирования профессиональной части портфолио перейдите в раздел «Аккредитация». Откроется страница портфолио «Профессиональная часть». Данные об организации, структурном подразделении и должности вносит работодатель. При необходимости можно скорректировать информацию в блок «Ключевые навыки» и «Опыт работы». Не забывайте сохранять изменения. При необходимости загрузите документы в блок «Дополнительные документы». После последнего обновления личного кабинета этот раздел находится в записи о текущем месте работы. Чтобы загрузить документы, нужно перейти в режим редактирования. Обратите внимание на требования к файлам. Для формирования образовательной части портфолио откройте раздел «Аккредитация», слева выберите раздел «Портфолио», затем выберите «Образовательная часть». Для автоматической загрузки данных о пятилетних циклах обучения с портала НМО необходимо активировать опцию «Отображать» на закрытом портале. Для согласования портфолио с руководителем откройте страницу «Профессиональная часть» раздела «Портфолио». Нажмите кнопку «На согласование». Откроется окно «Согласовать портфолио», где нужно заполнить все поля из выпадающего списка. Нажмите кнопку «Отправить». Портфолио будет отправлено выбранному руководителю на согласование. Статус согласования можно отслеживать на странице «Профессиональная часть» раздела «Портфолио». В том случае, если у руководителя нет электронной цифровой подписи, распечатайте портфолио, подпишите бумажную версию портфолио и отсканируйте в формате PDF. Приложите отсканированное портфолио в блок «Дополнительные документы», который находится в карточке текущей организации. Чтобы отправить заявку на аккредитацию, в разделе «Аккредитация» нажмите на кнопку «Добавить заявление» «Заявление на периодическую аккредитацию». Откроется страница для подачи заявления. Контакты и данные паспорта подгрузятся автоматически. Заполните все необходимые поля, поставьте галочки внизу и нажмите «Сформировать заявление». Будет создан черновик со статусом «Сформировано». Нажмите «Подать заявление». Если система не обнаружит ошибок, заявление будет отправлено. Статус поменяется на «Рассмотрение». Далее вы можете перейти в раздел «Аккредитация», где отображается список ранее поданных заявлений, а также их статус. Когда подавать документы? ФАЦ рекомендует подавать заявку за 2-3 месяца до истечения срока действия сертификата или свидетельства. Если документы вернули, то исправьте указанные ошибки и направьте снова полный пакет документов. Новые документы оформляйте текущей датой. Результаты аккредитации публикуются на сайте ФАЦ в разделе «Решение аккредитационных комиссий». Положительный результат вносится в единую государственную информационную систему, доступ в которую есть у работодателя. Получить выписку об успешной аккредитации можно в личном кабинете медицинского работника ФРМР или на портале госуслуг в течение 3 дней после регистрации заявления. Лицензированный учебный центр «Медскандарт-Проф» предоставляет помощь медицинским специалистам в прохождении аккредитации. Мы предлагаем услуги по обучению, составлению портфолио, подготовке необходимых документов, а также готовы ответить на любые вопросы, связанные с процедурой аккредитации и не только. Для получения консультации напишите в сообщение группы или позвоните по телефону 8 800 550 08 61.